День 10, с вами Ирина Шлотова, как вы меня слышите? Отзовитесь, пожалуйста. Вижу, вижу вашу реакцию, ваши пусики, подклицательные знаки. И мы сегодня с вами будем проводить необычный вебинар, необычную встречу. Мы её очень долго ждали по многим причинам. И первая причина, потому что мы безумно уважаем того человека, который будет сегодня, через несколько минут, с нами общаться, нам представлять все те новости по нашим любимым продуктам, которыми мы пользуем, которые мы любим. Конечно же, мы всегда с большим нетерпением ждём встречи с этим человеком. Вторая причина. Мы, как партнёры DST, горячо любим, принимаем и пользуемся нашими продуктами. И, конечно же, школу по продукту мы не можем пропустить мимо себя, и мы не могли не ждать этой встречи и школы. Друзья, сейчас мы все приготовимся и будем очень внимательно всё слушать то, что будет вещать наш многоуважаемый директор, технический директор департамента IT-технологии Евгений Шимальский. Мы сейчас приготовим тетради, сейчас приготовим свои ладони, мы сейчас приготовим все свои эмоции, все восклицательные знаки, плюсы и десятки, чтобы поприветствовать действительно профессионала высочайшего класса, высочайшего уровня. Вы знаете, друзья, я в 2008 году узнала об этом человеке. В 2008 году, как многие из вас впервые, я тогда находилась в городе Кустанаи, ждала такой встречи, подобной встречи. И я была очень вдохновлена всей той информацией, которую я тогда слушала по компьютеру. Я очень долго готовилась к этим человекам. Я читала, я выбирала из интернета информацию об этом человеке. И почему я об этом вам говорю, потому что это действительно, знаете, такая возможность, она не часто встречается для обычного человека, чтобы вот так выйти напрямую в связь с специалистом такого уровня. И я помню свои те ощущения, которые до сегодняшнего дня я пронесла по своей жизни. Встреча с интересным, с выдающимся человеком, профессионалом своего дела, неважно в какой области, она всегда нас наполняет, она всегда нам, для нас повышает ценность нашу, потому что мы напитываемся, мы узнаем, мы что-то приобретаем от таких встреч. Но если говорить сегодня в рамках нашей компании с этим человеком, еще и продвинет наш успех, наш бизнес, наши результаты. Поэтому я огромным уважением, с большой честью и, знаете, я не побоюсь этого слова, с настоящей любовью сейчас хочу представить директора IT-департамента, нашего многоуважаемого Евгения Шимальского. И давайте мы сейчас его поприветствуем как подобает, а я передаю слово Евгению для того, чтобы сегодняшняя встреча состоялась и продвинула нас, думаю, что на несколько ступень выше, вперед, и дала нам совершенно новую ценность и качество. Спасибо большое, Ирина. Скажите, как меня слышно? Я надеюсь, что слышно хорошо. Отлично. Надеюсь, что вы меня все слышите. Очень рад вас сегодня всех видеть. Еще раз большое спасибо. У нас действительно достаточно редкие встречи в последнее время, потому что загрузка чрезвычайно высокая по всем проектам DST. Сейчас наша встреча, она уже незадолго до события, на котором вы узнаете гораздо больше новостей, чем сегодня расскажу вам я. Мое участие в вебинаре сегодня – это совместное решение с Олегом Николаевичем, с нашим департаментом по работе с партнерами и тренингом о том, что работая в компании DST, продавая и пользуясь сами продуктами, которые мы производим, уровень информации о них, и корректность информации, передаваемая о том, как правильно ими пользоваться, чрезвычайно важна. Еще важнее то, что продуктов уже много, и поэтому потеряться довольно легко. Легко потеряться тем, кто достаточно давно с ними работает, еще легче потеряться тем, кто недавно начал. Так, я громко достаточно говорю, и вроде бы достаточно близко к микрофону. Если я буду говорить ближе к микрофону, то будет искажение звука, мне кажется. Вот, поэтому, ну, вплотную к микрофону передвигаться не буду. Вот, сейчас я посмотрю, можно ли изменить громкость, просто чувствительность микрофона здесь, возможно, возможно. Итак, давайте мы с вами начнем с общего такого правного взгляда на продукты. Значит, линейка наших, она обновляется постоянно. Следить за обновлениями версии достаточно легко. Это можно делать через Store, через Google Play Store или через App Store. Публикуемые версии, все новости, которые находятся в этих версиях, всегда указываются в обновлении и в поле «Что нового». Есть несколько важных деталей, на которых я хочу остановиться. Значит, первая важная деталь. У нас есть несколько известных нам сложностей, да, это которые связаны с тем, что мы работаем в самых разных странах. Мы работаем с самыми разными мобильными операторами для активации. У нас до недавнего времени было достаточно популярным запросом в службу поддержки. Это то, что кому-то просто-напросто не пришел код. Не пришел код – это действительно серьезная проблема. Если код не приходит, то человек не может пользоваться своим сервисом, в данном случае нашей услугой. И мы решили эту проблему радикально. Теперь, если вы переустановите мессенджер или если любой ваш партнер его устанавливает, ему не приходит смс, то есть так называемый резервный вариант. Этот резервный вариант обеспечивается с помощью звонка. Значит, если вам в течение одной минуты не приходит смс-сообщение, то система вам звонит. И на вашем языке, эта система мультиязычная, зачитывает код. В общем-то, это практика, которая используется много где в международных сервисах. И это такой резервный способ обеспечить активацию продукта. Мне продолжают говорить, что очень тихо слышно. Причем слышно тихо совсем не всем. У меня микрофон достаточно чувствительный. Ну, давайте я буду его повышать. Вот сейчас повысил где-то процентов на 30 или 40. Должно быть слышно гораздо сильнее. Окей. Значит, тогда повторюсь, если вдруг было слышно плохо. Обновление мессенджеров, линейки и постоянная над ними работа. Последнее изменение – это резервная активация голосом с помощью звонков. Тем партнерам, которым не пришел смс, просто или пользователям, им приходит входящий звонок, роботизированный голос, защитывает их код, они вводят этот код, пользуются продуктом. Вот. То есть это снимет с вас те заботы, которые связаны с беготней по службе поддержки, отсылки тикетов, почему на какой-то экзотического оператора или какую-то страну, где мало партнеров, или любой другой причине, не приходят воды. Вот. Я надеюсь, что с этим проблема решена. Как бы мы можем решать другие. Вторая область, над которой мы сейчас работаем, это загрузка сообщений в условиях слабого интернета. Значит, у нас в мессенджерах все типы медиа, которые пересылаются, то есть это картинки, видео и аудио, пересылаются в достаточно высоком качестве. То есть высокое качество разрешения, оно в несколько раз выше и, соответственно, больше по размеру, чем аналогичные на рынке, там, знаменитый Телеграм или кто-то еще. Причина, ну, как бы косвенный эффект этого. С одной стороны, вы получаете качественную картинку, но есть побочный эффект. Побочный эффект то, что если вы находитесь на слабом интернете, пересылается надолго. Вот, сейчас мы оптимизируем и эту работу, да, то есть в ближайшую, наверное, неделю появятся версии, которые будут поддерживать то, что называется интернет в развивающихся странах. Значит, несмотря на издевательский термин, этот, он вполне реальный. Вот, слабый интернет в разных условиях все еще присутствует. Вы можете спуститься в подвал, может поехать на дачу. Вот, поэтому систему для него мы оптимизируем. И те, если вы сталкивались с долгой отсылкой, да, или медленным обновлением на какую-то из платформ, то вы перестанете страдать от этого там в течение одной-двух недель, когда обновление появится в сторах. Вот, параллельно ведется работа над веб-направлением продукта, да, веб-направление, это та система, которая доступна с web pushmeapp.org, да, и это веб-интерфейс, который позволяет вам отправлять и получать сообщения с любого браузера. Не совсем давно, буквально позавчера, эта система была еще раз обновлена, случилась сразу тонна мелких проблем с ней, вот, и эта работа не останавливается, да, то есть точно так же, как не останавливается работа над Android-версиями и остальными продуктами линейки мессенджинговой. Вот, это то, что касается мессенджеров. У нас сегодня встреча не, как бы, не стратегическая, то есть я не смогу вам прямо сейчас сказать, какие мы для вас приберегаем власти, да, и что мы планируем, каков наш роудмап продуктовый на будущее, потому что какие-то вкусные из этого детали мне придется оставить на события. Вот, второй момент, на котором стоит остановиться, это PRM. Я знаю, продуктом активно пользуются, с продуктом есть несколько вопросов, даже не технических планов, а технических. Да, один из основных – это, собственно, лицензии. Значит, как мы подходим к этому вопросу? С помощью лицензии на PRM, которая включена в вашем пакете, да, можно оплатить систему на полгода или на год, уже можно, но ключи в лейбинете еще не розданы. Они не розданы сильной загрузки другой части команды, которая занимается личным кабинетом, но это стоит у нас в плане и будет доступно в ближайшее время. В качестве, для того, чтобы обеспечить непрерывность работы, мы стараемся все запросы в службу поддержки от тех, у кого, кто участвовали или в бета-тестировании, или с самого начала начали пользоваться системой, и у них бесплатный период истек, мы активируем их до того момента, пока лицензии не будут доступны. То есть, если у вас сейчас закончился срок действия работы PRM и лицензии в вашем кабинете нет, вы имеете полное право на пользование системой бесплатно, это можно сделать через субпорт. Вот, значит, по поводу, пишут по поводу кодов активации и ссылок реферальных. Да, у нас есть планы по реферальной системе отдельные по этим, я не могу вам про нее дать пока детали. Значит, что касается цены PRM лицензии, то они есть в форме рекомендованных. Я не думаю, что имеет смысл устраивать какой-то разнобой этого ценового предложения. То есть, есть лицензии, которые включены в пакетах, и стоимость этого продукта на полгода или на год, который предлагается компанией. Несколько деталей про сам PRM. Снова-таки есть роудмап, то есть дорожная карта развития этого там, и мы планируем его обновлять. Я не знаю, насколько хорошо слышно было, да, вот кто-то говорит, плохо было слышно, как продолжить работу PRM. Я сейчас повторю. Значит, смотрите, по поводу, если вы приобрели продукт с продуктового, например, счета, вы имеете право на его использование, а лицензию, которая включена в вашем пакете, вы можете или перепродать, или использовать в другой раз. Те деньги, которые вы потратите напрямую на приобретение вне лицензии пакетных, конечно же, возвращены не будут, потому что на то нет причины. То есть, вы покупаете со своего счета, работаете с приложением. С другой стороны, вы как партнеру, которого возвращены вне лицензии пакет, имеете право и на бесплатные лицензии. Вот, это ваше решение и ваша стратегия, как именно вы захотите эти деньги или вернуть, да, перепродав лицензию, или продлить свой собственный персональный срок использования. Значит, еще раз, как только коды активации будут доступны в личном кабинете, вот мне это обещают со дня на день, но я не хочу вам брать никаких на себя обязательств, потому что они на несколько дней всегда съезжают. Это абсолютно нормальная схема IT-разработки. Они появятся в ближайшее время, и мы через суппорт для тех достаточно небольшого количества партнеров, у кого закончились бесплатные лицензии, или участников бета-тестирования, мы предоставим им их бесплатно. Поэтому, если у вас ваш аккаунт сейчас в состоянии залоченном, то есть закрыт для использования PRM, то пишите в суппорт. Важно, убедитесь, что причина того, что вы не можете пользоваться PRM, именно в том, что закончился истек срок использования. Система вам об этом должна сказать. Бывает, что обращения в службу поддержки связаны с тем, что у вас просто или включен так называемый приватный режим в браузере. В браузере, в айфоне, в Safari есть такая опция, как приватный режим. Включается она... Сначала в Safari вы нажимаете правый нижний угол, потом левый, там есть опция приватный режим. Если приватный режим включен, то, соответственно, войти в личный кабинет вы не сможете. Это функция безопасности. Если приватный режим выключить, то у большинства людей, которые до этого не могли приобрести, соответственно, зайти в свой личный кабинет через PRM, все получается. Поэтому перед тем, как писать, просьба убедитесь, что это именно истекший срок. Если это истекший срок, то мы сможем вам его возобновить вплотную до того периода, пока код активации не будет доступен вашим LK. Что касается PRM деталей, я не знаю, насколько глубоко школа по продукту поэтому его освещает. Я могу сказать о нескольких, для меня, по крайней мере, в нем интересных особенностях, которые я не уверен, что используются на полную. первый – это обмен контактами. Обмен контактами предполагает выбор из вашего числа контактов и запрос на обмен, уведомление, которым приходит пуш-уведомление. если другая сторона согласна поделиться таким же количеством контактов из своего списка, то обе стороны обмениваются, они добавляются в контакты PRM. Значит, вторая, которую достаточно мало используют, это автоматическое уведомление о днях рождения. Вот, в систему встроено, если вы обновляете поле дня рождения, то система автоматически уведомит вас и изменит профайл пользователя, your peak пользователя, покажет вам иконкой, что у него сейчас день рождения. Вот, есть еще несколько функций, которые специфические для айфона, направо, у них нет, их нет в андроиде, это возможность добавить виджет на систему уведомлений, да, и найти контакт, добавить новый контакт PRM, не открывая приложение, вот. Вторая опция, это использовать глубокое нажатие, так называем, да, на айфоне, для того, чтобы снова создать новый контакт PRM, или получить доступ к другим функциям. Вот, в общем-то, это все предмет продуктовой школы отдельной по PRM, да, так или иначе, новости, которые будут касаться этого продукта, да, его развития и интеграции с личным кабинетом, который находится в плане, да, мы вам скажем позже, вот, сейчас это, то есть у меня задача сегодня это скорее панорамная, да, да, вот спрашивали, правильно ли я понимаю, что будет возможность подключить нежестоящих партнеров, да, в том числе, в том числе, потому что PRM это система для работы сетевой, вот, и она требует достаточно большой интеграции с вашей актуальной структурой, сейчас это продукт, от нее достаточно основной, то есть вы не можете видеть в нем свой даунлайн, но да, в планах компании есть достаточно плотная интеграция для того, чтобы вы могли управлять по крайней мере своим юни-левелом и видеть их достижения или видеть их недостижения прямо из приложения. Значит, пишут про то, что звонки, да, и слабое их качество это, конечно же, конкретных условий, да, условий интернета, условий вашего телефона и всего прочего. В принципе, у нас есть, как бы, такое понятие, как идеальный условия, то есть, мощный телефон, идеальный интернет, есть такое понятие, как полевые условия, да, мы постоянно работаем над тем, чтобы, в том числе, аудиосвязь работала на всех устройствах одинаково и работала во всех условиях одинаково, но, как и с любой системой, где-то она работает хуже, то есть, это связано и с маломощными терминалами, на которых, в принципе, им тяжело современные приложения запускать и использовать, это связано с аудиопотоком, который зависит интернет. То есть, если, например, вы слышите хорошо, а собеседник слышит вас плохо, то это связано с исходящим ограничением вашего канала. к сожалению, это популярная очень проблема у мобильных операторов. Исходящий канал всегда гораздо меньше. Но, если у вас пишут хороший интернет, звоню с айфона куда-то, меня собеседник слышит, я не слышу. У меня большая просьба, так как описательное, ну, как бы, описать проблемы общее, оно никак не приближает к распрению технической этой проблемы. Поэтому, если вы сталкиваетесь с таким случаем, очевидным для вас, там, вас не слышит собеседник, вы не слышите собеседника, первая просьба открыть вкладку поддержки, создать тикет, в котором указать, модель телефона автоматически запишется, но самое главное указать, как воспроизвести эту проблему. То есть, если проблема воспроизведена техническим специалистом поддержки или другим специалистом, ее можно исправить. Если проблема непоспроизводима, ее, соответственно, исправить нельзя. Есть проблемы, которые возникают в одиночном виде. То есть, вот она существует у кого-то одного использователя и повторить ее невозможно. То есть, если, ну, понятно, это все на словах, но я буквально вчера или сегодня совершил несколько звонков через систему и слышал и я, и собеседник. Соответственно, я хочу знать, что нужно сделать, чтобы повторить ту проблему, которая есть у вас. То есть, если вы говорите, что или плохое качество, или вас вообще не слышат собеседни. Вот так. Значит, все остальные проблемы мы попытаемся к событию, наверное, опять же таки, к вам базовая просьба, как вы можете активно улучшить продукт. Вы можете открыть тикет с подробным описанием проблемы. Что такое подробное описание проблемы? это обычно шаги, которые нужно предпринять, чтобы ее повторить. То есть, например, просто у меня не отправляются картинки, это плохой тикет, это плохой запрос, по нему ничего не понятно. пример хорош, это я выбираю из галереи на своем андроид телефоне картинку, отправляю ее другому пользователю, желательно указать контакт этого пользователя, она не отправляет и сообщает следующую ошибку, например. Или она отправляется долго, хотя хотелось бы, чтобы отправлялась быстрее. Окей, то есть, это вопрос оптимизации размеров картинки, над которой мы сейчас работаем. Вот вам примеры корректного, это все культура, культура пользования продуктами, которая нужна в самоверных компаниях, которая нужна нам для разработки. Мы постараемся ваш фидбэк как бы систематизировать и организовать, и я надеюсь, вот события через сколько? Через 20 дней вам дам, во-первых, сроки, то есть, выйдет первых версия, которая закроет часть ваших пожеланий, а во-вторых, я вам дам сроки и нафиксую дорожную карту развития и расскажу о тех новостях, которые вас ждут в плане монетизации и в плане в принципе работы. Что касается, да, кто-то пишет, почему-то я до сих пор не могу покупать платные стикеры. Еще один пример. Для нас это мало информации. Значит, если вы по какой-то причине не можете купить стикеры, я сталкивались мы с проблемой, что, например, у людей, у которых раузер находится в приватном режиме, не отображаются лейблы, да, не отображаются ярлыки на странице или что-то еще, нам нужно знать детально описание проблемы, которая происходит, потому что стикеры покупаются ежеминутно, да, и они покупаются партнерами, соответственно, и через ЛК, и через обычный способ оплаты, через, например, там iTunes или Play Store это произвести можно. То есть, как бы, ну, мы знаем, что можно, но я не исключаю, конечно, что у конкретных из вас, у кого-то одного или у кого-то двух могут быть какие-то проблемы. Для того, чтобы их решить, еще раз тоже, сотый, нужно понимать точное описание этой проблемы. Потому что, когда базовый функционал работает, для того, чтобы решить конкретную ситуацию, нужно ее детально узнать. Вот. Вот, как бы, я, кажется, наговорил вам основное все то, что хотел сказать. Как сказал, что продуктовые общие новости и стратегические, вам придется подождать 20 дней. Если, если у вас есть, да, просьба, можно ли задать какие-то вопросы напрямую. Я уже отвечал когда-то на этот вопрос, что поток запросов и информации такой, лично на все вопросы, к сожалению, не получается. По поводу PRM и синхронизации контактов. Значит, да, они останутся, они останутся в памяти, ваша как бы, ваша информация синхронизируется и вы сможете ее восстановить в любом устройстве. Главное, чтобы проверьте, что вы пользуетесь последней версией программы из App Store. Вот так. Да, звонки, звонки отображаются, когда вы находитесь в мессенджере. Нет, это неправда. Звонки приходят, войп, вызовы приходят в виде пуш-сообщения и на андроиде, и на айфоне. То есть, если вы отвечаете на него вне программы, то загружается программа и соединение устанавливается. По крайней мере, это то, как это заложено в та логика, которая заложена. Вот, если, соответственно, вам не приходит пуш-уведомления в пуш-ме, а приходят другие, например, приложения, то есть, у вас на одном телефоне установлено 10 программ, и в 9 они приходят, а сюда нет, то первое, как бы, это переустановить приложение. Если приложение переустановлено и пуш-сообщения, которые должны сопровождать вызовы, приходят, все так же, последняя версия из AppStore, то тикет с подробным описанием в поддержку. это не нормальное поведение программы, это можно и нужно исправить. Вот так. Так, нет рингтона в момент входящего звонка. Снова-таки, на какой платформе рингтон должен быть не рингтон, а зла. Проверим. Ага, на андроиде. Хорошо, проверим. Возможно, действительно, там включена только виброрежим. Это достаточно легко проверить, это мы проверим, особенно, если у всех он есть. Окей. Ну, в целом, смотрите, тут любого рода технические проблемы и любого рода технические особенности, они должны решаться через службу поддержки в порядке достаточно индивидуальном. Почему? Потому что слишком отличаются ситуации. Кто-то говорит, что у него конкретный функционал описываем им не работает, кто-то другой говорит, что он работает. Поэтому, ну, просто в формате вебинара на эти вопросы ответить невозможно. Ну, очень важно, чтобы вы это понимали. Возможно ответить по-английски case by case, случай за случаем. Берем каждый конкретный случай, когда не работает, и его разбираем. Это вот то самое главное, что я вам могу и должен пообещать. А что касается общего рассказа, то для чего я вам помогу. Вот так. Если у вас есть какие-то вопросы, которые, как вам кажется, через тикеты не решить, которые касаются продукта, то окей. В каких странах работают? В десяти странах Европы, и в многих странах СНГ. То есть, в принципе, это там, где есть пользователи. А теоретически работает во всех. То есть, вы можете активировать мессенджеры и пользоваться им в любой стране. Вот та проблема с недохождением активационного смс, я надеюсь, уже вот так. Ну, вот, я, к сожалению, у меня истекло время, которое я планировал участвовать. Я могу предложить следующее, да, что вот те запросы службу поддержки, которые будут сформулированы достаточно четким образом, давайте там в течение суток или двух, то есть, до конца этой недели, я попрошу специалистов отдела поддержки, те, которые нерешаемы, их просто эскалировать, да, или прочту их сам, или попрошу, чтобы ответственный человек их прочитал. То есть, ну, обычная схема, что я не, это не касается никаких бизнес, ни бизнес-логики, ни ситуации с личным кабинетом, потому что я сейчас им не занимаюсь, слишком, слишком высокая загрузка, но это связано с продуктовыми вопросами, поэтому давайте договоримся, если у вас остались какие-то неотвеченные что-то, да, или вы чувствуете, что вы там пытались задать вопрос, а оно во время вебинара его не услышали, я вас не услышал или не смог вам ничего ответить, то давайте попробуем в режиме запросов в суппорт, да, вот, вы с вашей старайтесь максимально точно описать, а мы вам в срок ответим, да, и вот там, условно говоря, сегодня четверг, к пятнице вечером не будет ни одного, по крайней мере, неотвеченного запроса в службу поддержки, который касается, там, который точно описывает вашу проблему, вот, давайте, такой, попробуем режим общения, эти темы, те проблемы, которые торяются, да, и вы там несколько раз спросите об их решении, попробуем их решить, эскалировав, то есть, подняв уровень этого тикета. Что касается, да, школы, вот, комментирует Сергей, школа есть, и она записана, платежные системы, это отдельный вопрос, они сейчас в режиме тестирования, да, то есть, там вопрос уже считается, исчисляется, не знаю, какими, но очень короткими сроками, так что, вот, вот, хорошо, на этом спасибо вам всем, наверное, и давайте оставим наш договор, да, насчет запросов и их качества, их качества, да, то есть, не будем делать запросы, которые просто говорят, у меня что-то не работает, будем пытаться дать детали, это усилие с вашей стороны. Продолжение следует... следует...